Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это Блэс Глобал. Вы спрашиваете себя, Lineage 2 Mobile или Блэс Глобал? Я отвечу и то и другое, потому что эти две игры не похожи вообще друг на друга. Lineage 2 Mobile своя атмосфера, Блэс Глобал своя атмосфера. Я играю уже шестой день Блэс Глобал, как бы, к сожалению, игра на английском бы сложновато. Но тут все понятно, тут есть вот дейлики, которые вы делаете, вы нажимаете Go. Вы заходите в данж, берете какую-то помощь, я так подозреваю. Ну тут как бы все понятно, вот есть всякие задания, типа вот тут Соло, Тим и Гильдия. Выполняю, когда могу эти задания. Как бы опять была ракетная атака по Украине, опять сидел без света, но это не самое плохое, что может случиться в вашей жизни. То береги нас Бог. Мы видим разные данжи, разные выполнения. Тут видим Соло, это в одиночку выполнять. То давайте начнем с того, что мне нравится в Блэс Глобал. То, что тут есть локации как ПВП, локации, где вы ПВПшитесь так, и ПВЕ локации, где вас не могут убить. Ну кроме мобов, конечно, естественно. В этих локациях, если взять две одинаковые локации, то 40 уровня, к примеру, локации, где можно ПВПшиться, там опыта будут давать в два раза больше. Вот видим такого маунта, я поймал только что. Вы можете вот таких маунтов ловить. Вот видите, пишет Mount of the Sand of Time Chain Armors. И Squad Elite. What? Короче, вот тут такая бегущая строка сверху будет. Короче, я не прочитаю, что написано, потому что я не сильно английский знаю. Маунты, это ездовые животные в этой игре. Маунты дают какое-то БП, видим, полторы тысячи. Вот такой маунта я поймал. Красавца. Жаль, он не фиолетовенький, как утка. Утка это просто дает... То я просто так быстро проходил. Тут, кстати, сюжетная линия проходится. Вы нажимаете Skip. Она проходится, и все награды за сюжетку вам начисляются просто так. Мне нравится. Давайте, что мне нравится в этой игре. Это боевка. Если против вас персонаж немножко сильнее вас, то ваш скилл может зарешать в этой игре. Вы можете его переиграть, если вы знаете своего героя. Вы знаете скиллы. Мы откроем вкладочку скилл. Мы увидим, что у моего персонажа есть вот такой набор скиллов. И что мне понравилось, это прикольно. Я просто раньше в ММО не сильно играл. Но я такого не видел. То, что вот есть скиллы. Вот один скилл. И у него есть три вариации ударов. Молния тьмы. Молния огня, наверное. Ну, вот это, наверное, молния тьмы. Это просто молния. Одинаковый урон. Но если мы возьмем, к примеру... Можно вариацию такую сделать. Вариацию такую. И у каждого будет свой урон. Свой кд. Тут есть скиллы, которые моментально активируются. И скиллы, которым нужна вот как вот этому метеориту. К примеру, если я выберу первую вариацию. То нужна немножко небольшая подготовка. Те скиллы, которые моментально активируются. Теми скиллами, я думаю, в пвп нужно воевать. Но, как я ничего не знаю. Я раскидывал статы. Просто на что мне хватало ресурсов. Что мне давали. Камни вставлял. Что давались. Ну, как если вы играли в Lineage 2 Mobile. Вы знаете, если там убить монстров, к примеру. Откроем галерею. Там за убийство монстров. Вот, к примеру, вот таких вот 20 сначала. Потом, наверное, тоже 800. Мы получим плюс 8, плюс 11, наверное. Но суммируется, возможно. Я не знаю. Это надо разбираться. Так. Тут есть уворот. До трех раз получается. Обычная плюшка. И прокаст разных скиллов. Вы можете там... Сейчас у меня скиллы откатятся. Вы можете, к примеру, выбрать скиллы под себя. Там откат скиллов. Там длительность скиллов. Вот просто... Чего мне понравилась эта игра? Я когда-то в 11 году смотрел аниме. Называется Аватар Короля. Я себя просто почувствовал, когда вот... Тут есть вот такая... Быстрый шаг какой-то. Там удар молнии. Там птица Феникс. Очень круто. Еще у вас есть питомцы. Но в отличие от Ла-2, тут питомцы могут... Применять скиллы. Интересно. Вот как мой питомец. Он пускает пыль в глаза. Плюс у моего питомца получается... Есть тоже своя М-атака. П-атака. П-дев. Критикал-левел. Вот видим скилл такой у него. Неплохой скилл. Неплохо дамажит. И плюс есть скилл, который превращает тебя в такого дракона. Прикольного. Который очень много наносит дамаги. Игра неплохая, но тут все сделано под то, чтобы вы донатили. Чтобы вы донатили, потому что вы уже знаете, что эта игра поддерживает функцию NFT. Но тут нет. Если я через мобилку зайду, у меня подключен кошелек PocketBuff. Какую руду фармите? И получается от 50 тысяч руды можно выводить на тот кошелек. А с того кошелька 16 тысяч такой руды превращаются в 1 биткоин. Вы можете вывести, если посудить, по 16 тысяч, то 48-50 тысяч. Если 50 тысяч минимальная цена. А, для создания. Это, наверное, для создания биткоина. Одна единица биткоина стоит 2 доллара. Если вы там слышите где-то, что можно в этой игре майнить. Есть там, к примеру, вот такие вот шахты. И вот зачем нужно это БП. На чем я делал акцент. То, что показывал маунта Скорпиона. И показывал у них БП. Мы ловим Скорпионов, маунтов. Мы апаем. Мы качаем уровень брони. Там уровень скиллоу. Прокачиваем разные кучу статов. В этой игре есть. Там убиваем монстров. Тоже БП растет. И вот от этого БП зависит. Можно попасть. К примеру. Написано Recommended БП. Это вам нужно иметь такое количество БП. У меня сейчас на данный момент. Ну, почти 157 тысяч БП. Давайте мы сядем на Скорпиончика. Он такой вообще крутой. Это я только что его получил. Прирост 1500 БП. Но если я буду ему уровень повышать. Тут как-то уровень растет. Я тоже еще пока не знаю. Пока в игре разбираюсь. Итак, давайте перейдем к самому главному. Вы, наверное, хотите узнать за майнинг. На чем я остановился на майнинге, да? Шахты. Майнинг. То, что РМТшники хотят узнать по-любому. Насколько профитно майнить. Мы видим вот такие вот мечи. Если мы набираем 115 тысяч БП, мы можем попасть вот сюда. Но тут есть одна проблема. Тут можно ПВП. Синенькие кристаллы. Зелененькие кристаллы и беленькие кристаллы. С белых кристаллов вы получаете очень мало руды. Там около 4 примерно. Там один прокрут получается. Около 4. С зелененьких кристаллов вы получаете около 15 руды. А вот с таких синеньких кристалличков около 40 руды. То есть, если вы будете фармить белые, вы получите там в районе 450. руды. Если вы будете фармить зеленые, то вы получите где-то полторы тысячи руды. А если синие, то 4500. Короче, время одинаковое. Фармить вот такие синенькие их всегда какие-то топы охраняют. Чтобы понять, что это топы, вы не сможете ему ничего сделать. Вы нажимаете вот, к примеру, на человека. Вы можете посмотреть его профиль. 157 БП. Но у него золотая пушка. Подвески и кольцо. Так, а это кто у нас? Видим, какие-то нубы фармят синьку. Давайте мы их убьем и станем пофармим. Сейчас он добьет. Но их надо убить, потому что они будут приходить и вот так моба вешать на вас. Если ударить моба и подвести к ним, они, мобы, моба можно переагрить на кого-то другого. Так, давайте пофармим. Опа, и все. Сейчас меня начнут бить, наверное. И вот мы видим один прокрутик. 47. Ну, около 40. Сейчас будет на меня скидывать моба. Сейчас станет фармить, а я его убью. Так, а, подождите, он же с моего клана. Я его не смогу убить. Давайте мы убьем ее. Чего на моего со клана бьет? Я только увидел. Кстати, ребята, ищу клан. Он сдался, убежал. Короче, профитнее всего фармить вот такие вот алмазы. Вы за час нафармите один биток, примерно. Ладно, за час 20 где-то. Но, так как синенькие очень тяжело, короче, отвоевать, вы настраиваетесь на вот такие вот зелененькие кристальчики. Видите, у него 115, он только набил, пришел сюда. Думает, ура, я фармлю битки, а тут раз, и какой-то непонятный человек какой-то пришел и говорит, не, ни хера, ты не будешь фармить. Но за эти битки дают всего по 15, по 20, ну, по 15. Сейчас сами увидите. И где-то за 20 минут получается не 4 500, а полторы тысячи. Вы сами понимаете. Я где-то 12 тысяч нафармил за получается 4 с половиной часа. И то, ну, можно было бы быстрее нафармить 12 тысяч, но мне не давали просто-напросто. Мы фармим вот такую руду, зелененькую в основном, то, что за синенькую надо донатить. Ну, и за зелененькую тоже могут голову отбить. У вас тут будет такое майн, вы нажимаете туда, переводите на кошелек, и как там выводить, я не знаю. Но люди говорят, типа, выводится, и пока игра только стартанула, раз в день вроде можно выводить, и по 5 битков только, вы понимаете, это 10 долларов в день. Но, чтобы вам нафармить 5 битков, получается, это 80 тысяч надо, 80 тысяч в день фармить. Теперь давайте посчитаем по полторы в час, это 4 500, 10 часов, это 45, ну, вы сами понимаете, это сутки, надо фармить сутки. Ну, а если синики фармить, то получается, вот они кланом фармят, или друзьями, я не знаю, или что это за бота ферма, потому что я в 5 утра фармил, а сейчас уже как бы час дня, и они до сих пор стоят тут фармят. Такое чувство, что это какие-то боты, какая-то бота ферма непонятная. Вот, на синики не надейтесь, то, что вас там сразу убьют. Мы ищем вот таких нубцов. Если у них нет крыши, вас не убьют. Но они вам тоже ничего не сделают. И отжимаем у них зелененькую руду. Чтобы этот биток вывести, надо нафармить 10 единиц битка. И только тогда вы выведите. Вы перекрафчиваете 16 тысяч руды в один биток, потом собираете 10 битков, потом выводите его на кошелек, у вас снимается 2 битка за перевод, итого 8 битков. Плюс его меняете, если цена не упадет. И там как-то выводите. Если вы с криптой работали, вы поймете все, как делать, очень легко. Для меня это сложно, я никогда не работал, я не знаю. Пишите в комментариях, кто уже выводил, и кто играет Bless Global. Игра хорошая, но теперь давайте о том, что мне не нравится в ней. Мне не нравится в этой игре это баги постоянные, исчезающая мышка, превращающаяся в какую-то полосочку, еще что-то. Нельзя переставить 1, 2, 3, может, как-то можно переставить? Напишите мне в комментариях, пожалуйста. Возможно, можно переставить как-то? Вот интересно, хочу отключить превращение в дракон, оно не отключается, я не понимаю почему. Оно не отключается. Потому что когда на споте стоишь, там свои нюансы, мне не нравится. Когда он превращается, получается, набирается какая-то ярость, он превращается в такого дракона, который наносит неплохой урон. Но пока он превращается в этого дракона, это проходит время, мне не нравится. Я хочу отключить, и не знаю как. Мне не нравится то, что если вы мышкой зажимаете, то все нормально, Тот скилл, если он там по площади, к примеру, бьет. Если вы зажимаете на клавиатуре, к примеру, четверочку, там, ну, пятерочку, там, метеор хочу кинуть. То вы мышкой уже не кинете. Они просто взяли игру с телефона. Кстати, эта игра есть и на телефон, и на компуктор. Но они взяли с телефона игру, закинули на компуктор, немножко улучшили графику, и на этом все закончилось. То есть, там, бета-тестинг прошел, там, пять дней всего, да? И они такие, о, люди заходят на сервак и такие думают, ну, и ладно, все круто, значит. А баги, всякие недовольства, к примеру, камера, да? Вот, есть 2D-камера. Крутая 2D-камера. Дерево исчезает, да? Но есть такие места, деревья не становятся прозрачные, это очень напрягает. Вот, в 2D-камере очень круто пвпшится. Очень круто. Ты видишь все поле боя, как бы, и знаешь, куда бежать, куда кинуть. Бывают моменты, ты просто пвпшишься, или в каком-то данже находишься, камера заходит за текстурой, и ты ничего не видишь, это тебя напрягает. Тут очень куча багов, куча просто, кучейшая. Игра заточена на то, чтобы срубить бабла, и там через 3 месяца закрыться. Это мое впечатление об игре. Это мое субъективное мнение, никому его не навязываю. Итак, подытожим. Неплохая боевка. Что-то новенькое, если вы в L2M только играли, и не играли в это. Почему я сравнил то аниме 11-го года, Аватар Короля? Это китайское аниме, достаточно хорошее. Тоже про компьютерные игры, там. Я просто, когда зашел сюда, начал играть, и оно мне напомнило сразу это аниме почему-то. Вот этими данжами, пвп, боевкой самой. Игра по сути неплохая, но... Если они не будут фиксить баги, а уже как бы неделя игры прошла, и я нормального клиента не вижу. Может быть я что-то не понимаю. Подскажите мне в комментариях или в группе телеграм, в описаниях под видео. Делитесь полезной информацией по Блэс Глобал. Давайте вместе поднимать уровни и играть в Блэс Глобал. Если что, я на L2M не забью. Я буду ивенты выпускать, играть в L2M. Если вы хотите поиграть, начинайте именно сейчас. То, что через месяц игра умрет. Мне что-то так кажется. Играю на сервере U002. Ищу клан, то есть гильдию. Или создадим гильдию, давайте вместе. И поиграем. Потому что без помощи, вот... То, что гильдия очень много дает... Если в гильдию зайти, куча ивентов есть. Пишите комментарии, свое мнение. Как вам Блэс Глобал? Будете ли в нее играть? Или играете уже? Ставь лайк. Подписка на канал, если ты хочешь меня поддержать. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Как я и говорил, рудокопов здесь заставляют работать просто... Сверх. Они здесь работают по 18-20 часов в день. Вы представляете, да сколько? Некоторые от сил, от бессилия умирают. Их скидывают вон туда вниз. А внизу живут ползуны. Они любят рудокопов. Очень любят. В обоих смыслах причем любят.